Меня зовут Шенкеевич Александра, я работаю в компании Lovato, в принципе, как можно заметить. И сегодня я расскажу про пугающих довольно многих людей такие страшные аббревиатуры, которые… MV со звездочкой. Скажите… Скажите, кто из вас вообще знает, что здесь вообще на экране? Ну, где-то, да, 50%. В любом случае, я надеюсь, те, кто знает, они как-то более упорядочат свою информацию в голове об вот этих вот страшных штуках, а те, кто не знает, ну, как-то, наверное, что-то поймут из моего доклада. Вообще, те, кто не знает, MV со звездочкой, и в частности MVC, MVP, MVVM, это архитектуры. Это можно считать даже классические архитектуры, которые вполне себе успешно используются в промышленном программировании. И более-менее можно их применить и к фронтенду в том числе. Итак, говоря об архитектурах, сейчас в мире React и Angular и фреймворков очень много людей… Вот архитектура — это вот это. Но про это я сегодня вообще совсем не буду говорить, поэтому просто оно здесь останется, и поехали дальше. Я сегодня буду показывать примеры реализации. Они будут упрощенные, но если кто-то хочет более конкретно, детально следить за тем, что я буду показывать, ссылка на гид-репозиторий, там хранится презентация этого доклада, и можно, естественно, посмотреть, запустить примеры кода. Да, примеры, которые я показываю на слайдах, они, естественно, немножко упрощенные для того, чтобы не грузить в вас информацию, поэтому кто хочет реально попробовать то, что я буду показывать, милости прошу сюда. Ссылка в самом конце будет тоже, так что если кто-то не успеет, можно будет посмотреть. Итак, начну сразу с примера, и именно этот пример я буду реализовывать во всех трех архитектурах, про которые я буду говорить. Пример довольно простой. Это, в принципе, наверное, стандартный такой пример, который используется для того, чтобы просто посмотреть, пощупать какую-либо технологию. Это список задач или to-do-лист. В моем примере всего лишь две функции, которые он делает. Это добавление элементов в список и удаление элемента списка путем кликанье на чекбокс. Итак, если не использовать вообще никакой архитектуры, мы ничего не знаем о каких-то хороших практиках. Что бы мы делали? Во-первых, естественно, объявили разметку. Во-вторых, конечно, естественно, нужно было подключить JS для того, чтобы повесить обработчики на форму добавления или удаление элемента из списка. Примерно так бы это выглядело. И, конечно, приложения не могут сейчас никак в вакууме висеть. Они, естественно, используют сервер, и необходимо, допустим, синхронизация данных сервером. Что бы вы делали, если бы не писали никакой архитектуры? Вы бы написали примерно такую функцию. Вы бы прошлись массивом по дом-дереву, собрали информацию из списка, которая есть на текущий момент, поместили ее в какой-то массив, и, возможно, потом отправили на сервер или сделали бы что-нибудь еще. У такого подхода на самом деле есть ряд проблем. Во-первых, самая большая проблема, с которой уже много лет борются фронтенд-разработчики, это хранение данных в дом. Много лет мы с этим сталкиваемся, плачем и стонем, и, наверное, именно для того, чтобы решить вот эту проблему, создано так много фреймворков, которые облегчают эту жизнь. Эта проблема заключается в том, что данные, которые на самом деле очень удобно хранить в какой-то определенной структуре просто в JS-файле, допустим, они абсолютно не таким образом представлены в самом браузере. И если необходимо изменить эти данные, нужно практически полностью перерисовать интерфейс пользователя. И если пользователь изменил какие-то данные в дом, соответственно, данные, которые хранятся в JS, в рантайме, они никак не синхронизированы. Нужно вешать обработчики и делать все то, что было на слайде раньше в категории AJAX. И вторая большая проблема — это вариативность синтаксиса. Вариативность синтаксиса тут, в принципе, в двух каких-то таких ключевых моментах есть. Во-первых, те же самые обработчики в JavaScript можно отлавливать двумя способами. Во-первых, в самом JavaScript вешать обработчики. Во-вторых, можно вообще-то в HTML тоже делать. Все же он клики, он сабмит и так далее. А также вариативность синтаксиса можно понимать как возможное различное написание JavaScript кода. Допустим, если вот у вас такой маленький пример, как у меня, то какой-то вариативности синтаксиса тут не будет. Но представим, если у вас есть большое веб-приложение, и его разрабатывает много людей, и, скорее всего, если вы не используете никакой архитектуры, код будет похож на какого-то франкенштейновского монстра, и будет непонятно вообще, каким образом писать этот код, как к нему подойти. Для того, чтобы решить вот эти вот проблемы, и, в принципе, назначаются, используются какие-то архитектуры или паттерны в программировании. Если говорить, в принципе, о архитектурах, то главное их назначение — это такое понятие, как separation of concerns. На русский это переводится как разделение зон влияния или разделение зон ответственности. И смысл этого понятия в том, что вы умышленно разделяете свой код на какие-то функциональные блоки. Ну, допустим, один блок отвечает за то, что он общается с сервером, другой блок отвечает за обработку событий пользователя, обновление данных и так далее. Естественно, использование архитектуры имеет свои преимущества. На самом деле эти преимущества касаются не только MV-архитектуры, они касаются, в принципе, использования каких-то архитектурных паттернов или шаблонов программирования. Во-первых, это определенная структура. Еще до того, как вы, в принципе, начали писать свой код, вы уже примерно знаете, на какие блоки он будет делиться. И если вас приглашают в проект или вам нужно работать над проектом, который построен на какой-то архитектуре, вы также примерно можете представлять, в каких блоках будет, что за что будет отвечать. Естественно, это модульность. Так как мы умышленно делим наш код на какие-то функциональные блоки, мы можем поделить его на более мелкие модули. И, естественно, эти мелкие модули повышают переносимость кода. То есть если вы написали какой-то классный модуль для одного проекта, вполне возможно, при такой же архитектуре вы сможете перенести его в другой проект. Естественно, это улучшает масштабируемость проекта, и проект из какой-то хорошей грамотной структуры архитектуры намного проще масштабировать более большие веб-приложения. Ну и, естественно, использование архитектуры, оно улучшает тестируемость, потому что маленькие кусочки кода тестировать лучше, чем какой-то монолитный блок, к которому даже не знаешь, как подступиться. Хочу заметить, что, в принципе, использование архитектуры, оно не решает всех вот этих проблем. И если вы выбрали архитектуру MVC или что-то еще, это не значит, что в конечном итоге вы просто не дойдете до такого момента, что нужно просто полностью все отрефакторить. Нет. Естественно, везде нужен здравый смысл. Итак, первая архитектура, про которую я буду говорить, это архитектура MVC. Я больше чем уверена, что даже если вы вообще не знаете, что это такое, вы хотя бы слышали эту аббревиатуру. Она на самом деле расширается очень просто. Model View Controllers. Состоит из, как понятно, трех компонентов. И первый компонент — это модель. Модель отвечает за данные, а также всю бизнес-логику, которая отвечает за работу с ними. И я могу заметить, что, в принципе, то, как вы организуете именно вот этот вот компонент, модель, во многом будет влиять и то, какую архитектуру вы будете строить в своем приложении. Иногда даже то, как вы организуете модель, повлияет больше, чем вот выбор там MVC, MVP или какой-то другой архитектуры. Второй компонент MVC архитектуры — это View, представление. Оно отвечает за отображение данных, обновление экрана пользователя, отлов каких-то событий и так далее, и так далее. Все, что связано, в принципе, с экраном. Хочу заметить, что представление — это не только JS-код, это еще и HTML и CSS. Ну и третий, третья структурная часть MVC — это контроллер, и его задача — обеспечить связь между представлением и моделью. Для того, чтобы понять, как это все работает, ну, собственно, схема. Давайте представим, что пользователь нажал на кнопку на экране. Представление отловило это событие и передало функцию о том, что контроллеру нужно его обработать. То есть контроллер обрабатывает это событие и говорит модели о том, что нужно что-то сделать. Изменить данные, отправить данные на сервер — неважно. Модель сама по себе — это такая синхронная сущность. То есть для того, чтобы сообщить другим частям приложения о том, что что-то изменилось, она не прямой вызов, а так называемый event-эмиттер. Соответственно, модель после того, как в ней что-то поменялось, она диспатчет ивент, и на который подписано представление. Представление, в свою очередь, зная о том, вообще какие методы есть в модели, обращается по нужным методам в зависимости от того, какой был ивент отловлен, обращается к модели, затем получает от модели данные и обновляет интерфейс пользователя. Пользователь видит что-то новенькое, наверное. Поддерживая тему синхронности модели, сюда же можно включить и сервер. Допустим, с сервера пришли новые данные, и модель также диспатчет ивент, который отлавливает представление, представление запрашивает новые данные, обновляет интерфейс пользователя, и все счастливы. Сразу же пример. В HTML подключаем пять файлов. Если вот три из них довольно понятны, для чего они нужны, это модул ViewController, то App.js — это точка входа в приложение, и пятый, самый верхний файл — это Tools.js. Дело в том, что в JavaScript в принципе есть возможность реализации кастомных событий не на DOM элементы. Есть даже спецификация, некоторые браузеры ее реализовали, но некоторые нет. Поэтому Tools.js — это всего лишь полифил для того, чтобы кастомные ивенты работали без привязки к DOM элементам. Итак, точка входа. Все просто, мы объявляем контроллер. В контроллере нужно инициализировать модель и инициализировать представление, передав ему instance модели, чтобы представление могло тоже каким-то образом вызывать методы модели. И нужно, естественно, повесить обработчики событий для того, чтобы контроллер знал, какие действия, какие методы нужно вызвать из модели, если произошло какое-то событие в представлении. Соответственно, в представлении мы вначале, естественно, кэшируем верстку, потому что так надо, без этого не получится. Во-вторых, мы подписываемся на события, которые будет диспатчить модель, для того чтобы знать, что данные на самом деле изменились, и нужно перерисовать интерфейс. И, соответственно, объявляем те методы, на которые уже подписался контроллер слайдами раньше. Модель, в свою очередь, представляет собой структуру данных, которая хранит все данные, и методы работы с ними. В данном случае это получение всех элементов, добавление элементов в список и удаление элементов. И надо помнить, что при каждом изменении модели, если необходимо перерисовать интерфейс пользователю, то нужно задиспатчить ивент. Ну вот, в данном случае, после того, как добавилось поле в список, то диспатчится ивент апдейт-лист. Демо. Ребята, она работает. Ну, в общем, все то, о чем я говорила раньше. Так, далее. MVP. MVP на самом деле это продолжение развития идеи MVC, и он, в принципе, MVC является потомком MVC. Но если первые две части в MVP абсолютно аналогичны MVC, то третья часть уже не контроллер, а презентер. И его задача — организовать взаимодействие между представлением и моделью, так как в MVP представление ничего не знает о модели. Сейчас на схеме это будет более понятно. Давайте представим, что опять пользователь нажал на кнопку, и представление отлавливает это событие. Оно отловило это событие и сообщило об этом презентеру. Презентер знает, что нужно сделать с моделью и обратился к каким-то методам к модели. Модель — это также асинхронная сущность, поэтому она в асинхронном режиме говорит презентеру о том, что что-то поменялось, нужно что-то сделать. Соответственно, в зависимости от того, какой ивент задиспатчила модель, презентер обращается к модели, запрашивает данные, модель отдает эти данные, презентер передает эти данные в представление, представление перерисовывает экран пользователю. Опять же, асинхронная модель, если подключить сюда сервер, модель получает новые данные, допустим, посредством Аякса, диспатч — это асинхронное событие, которое отлавливает презентер, запрашивает данные у модели, передает эти полученные данные в представление и отрисовывает это пользователю. Пример MVP. Так как MVP — это продолжение развития идеи MVC, то не имеет смысла писать его с нуля, я просто покажу разницу в коде. Во-первых, конечно, нужно поменять контроллер с JS на презентер с JS. Затем в точке входа инициализировать презентер, а не лист контроллер. В презентере при инициализации представления передается уже не инстанс моделей, а просто данные из этой модели. И, естественно, нужно перенести подписку на событие в презентер. В представлении, в свою очередь, добавляется один публичный метод, updateView, для того, чтобы презентер мог вызвать его для обновления представления. Еще раз демо. Ей, оно тоже работает. Итак, MVVM. MVVM — это уже не логическое продолжение какой-либо из этих вышеописанных архитектур. И несмотря на то, что в аббревиатуре четыре буквы, это тоже архитектура из трех компонентов. Первые два компонента также аналогичны MVC и MVP, но третий компонент — это ViewModel. Его на самом деле переводят по-разному. Это и модель представления, и вид модель, и модель вид, и, в общем, все возможные варианты сочетания слов модель, представление и вид. Задача ViewModel состоит в том, что, во-первых, ViewModel является абстракцией над представлением, а во-вторых, это оберткой для модели. Вообще говоря о MVVM, нельзя не сказать о таком механизме, как связывание данных. Под этим механизмом, в принципе, подразумевается механизм, встроенный в функции языка программирования, при котором изменения моделей вызывают изменения в представлении, и наоборот. Ну, допустим, пользователь кликнул по чекбоксу, и автоматически модель поменяла свое значение. И наоборот, если мы меняем какой-то, допустим, флаг в модели, то в представлении поменяется чекбокс у пользователя. Говоря о схеме, тут на самом деле довольно сложно нарисовать какую-то такую четкую схему вот именно из-за этого связывания данных, то есть встроенного механизма. Но, в принципе, если разбираться, то схема точно такая же. Когда пользователь нажимает на кнопку или изменяет какие-то данные в интерфейсе, эти данные автоматически попадают во ViewModel, во ViewModel изменяет данные в модели, происходит та же схема со синхронностью модели, и как только данные поменялись во ViewModel, они сразу же отобразились на экране пользователя. Пример MVVM. Вообще, на самом деле, для того, чтобы реализовать свой MVVM в JavaScript, наверное, нужно поплясать с бубном. Поэтому я использую хак, и я сейчас расскажу, почему я его использую. В JavaScript нету встроенного механизма связывания данных. То есть щелкнув на кнопочки в браузере, вы автоматически в рентайме, наверное, не поменяете ту структуру данных, которая, наверное, когда-то соответствовала тому, что в доме хранится. Соответственно, для того, чтобы реализовать архитектуру MVVM, нужно как минимум написать механизм связывания данных. И для того, чтобы, в принципе, написание такого механизма, как мне кажется, это отдельная тема для доклада, как я написал свой фреймворк. Потому что, наверное, это процентов 90 из того, что вообще нужно написать, чтобы реализовать архитектуру MVVM. Соответственно, я в своем примере умышленно использую такой фреймворк для того, чтобы не писать свой велосипед. Я использую open-source framework, нокаут, он уже такой, наверное, старичок. Поэтому, окей, пример я буду показывать на нокауте. У него очень, на самом деле, простой синтаксис. И те, кто даже вообще никогда не слышал об этом фреймворке, просто-запросто поймут вообще, что я делаю. Итак, для того, чтобы реализовать архитектуру MVVM на нокауте, нужно подключить всего лишь два JS-файла. Во-первых, это сама библиотека нокаут. Во-вторых, в файле viewmodel нужно объявить viewmodel для приложения. Второе отличие от двух предыдущих примеров заключается в том, что нокаут предполагает некоторые изменения в HTML-разметке. Ну, на самом деле, они очень простые. Я думаю, все спокойно поймете, что здесь написано. Во-первых, здесь обработчик на добавление элемента. Здесь в forEach выводится список элементов, списк to-do листа. Есть события на удаление элемента из списка. Ну и вывод непосредственно текста для списка. Во viewmodel тоже, на самом деле, как я сказала, все довольно просто. Во-первых, инициализируются так называемые observables-переменные. Нокаут имеет в себе механизм слежения за этими переменными. Это две переменные. Первый — массив, где хранятся все элементы списка. Вторая переменная нужна для того, чтобы отслеживать события на форме добавления нового элемента. Ну и также необходимо объявлять функции на добавление и удаление элемента. В конечном итоге после объявления viewmodel нужно подключить ее в нокаут. Все довольно просто. В данном случае здесь подключается viewmodel с пустым списком. То есть никаких предустановленных элементов там не будет. Пример. Она тоже работает. Итак, во всех этих архитектурах, я надеюсь, что у вас не сильно каша еще в голове, так что же выбрать, собственно? Если можно использовать или можно реализовать механизм связывания данных, это, конечно, MVVM. При вот таком вот на самом деле парадоксальном подходе, при том, что реализовать MVVM вот так вот просто с наскоку, ну, навряд ли, наверное, получится, если такие люди есть, окей. При том, что реализовать сложно, то писать на MVVM фреймворках, в том числе, вот как нокаут, AngularJS, в принципе, можно считать, наверное, MVVM фреймворком. Писать на таких фреймворках намного проще, и эти фреймворки требуют намного меньше действия от разработчика. Ну, вы сами видели, как бы, 10 строчек кода JS, несколько атрибутов в HTML, и у вас уже готовое приложение, которое делает какую-то магию на лету. Если нельзя использовать связывание данных, это MPP. В нем представление, то, каким образом отображаются данные, никак не связаны с моделью, и это позволяет в некоторых случаях, возможно, уменьшить ошибки и получить как бы менее, более независимые части приложения, которые могут быть более переносимы и по всем преимуществам, которые я рассказывала ранее. И если нужна все-таки связь представления данных, это, конечно, MVC. Если кого-то заинтересовала тема архитектур в фронт-энде и, в принципе, архитектуры, хороших уровнов, в презентации, в Redmi на GitHub к этой презентации есть список, можно перейти по ссылкам. Я, на самом деле, очень сильно рекомендую вам книжку Эдди Османи, она здесь вот тоже представлена. Она на английском, но ссылка ведет на, по-моему, Safari Books, где можно ее полностью скачать. Эдди Османи, я надеюсь, вы знаете такого товарища из Гугла, который рассказывает очень много про JavaScript. Сейчас он, по-моему, последнее. Прогрессив React App делает, я не могу точно уверенно сказать, но, в принципе, если вы натыкаетесь на статьи Эдди Османи, ну, то есть они будут 100% классными. Это те, кого интересует эта тема, можно просто дальше смотреть, учиться и искать. И в конце я хочу добавить, что с каждым годом фронт-энд становится все сложнее и сложнее. У нас появляются и, на самом деле, умирают много фреймворков, улучшаются инструменты, которыми мы пользуемся. Но вот так как мы, как разработчики, не всегда имеем возможность остановиться и даже заглянуть под капот даже вот тех вот инструментов, которыми мы каждый день пользуемся. Но все-таки давайте знать какие-то архитектурные паттерны, уметь их применять, получить лучший, красивый, понятный код и, ну, наверное, делать наш мир фронт-энда немножечко лучше. Спасибо. Еще раз ссылка, если кого-то заинтересовало краткое. Ну что, ваши руки. Тут либо все поняли, либо не поняли ничего. Окей. Ну, давайте. Потому что кому-то книжку надо отдать, понимаете? Стопроцентный шанс у тебя. Да, спасибо. Я только ради книжки поднял руку. Вот. Я смотрю, что в фронт-энде вот начали использовать паттерны, которые когда-то были описаны бандой четырех, так называемый. Вот. Это классно. Мне это очень нравится. Смотрите, мы сегодня говорили про прогрессивные веб-приложения, про PWA, в общем. Смотрите, вот мы хотим реализовать наше приложение, чтобы был интерфейс разный на разных мобилках. То есть в iOS свои кнопочки, в Android свои. Есть какие-то паттерны, которые нам помогут сделать такие вещи. Ну, то есть разное отображение, разную верстку, грубо говоря, на разных девайсах. Да, вот без вопросов, собственно, MVC, MVP, из-за того, что вы выделяете представление как отдельную сущность, в ней вполне спокойно можно при каких-то условиях подключать одно представление, другое представление. У вас данные хранятся в удобном вам формате. И за представление отвечают определенные представления, которые должны быть. Вы можете разбить это на столько количества компонентов, насколько это вам нужно, поделить это на столько частей, задробить, насколько нужно, и снижение в этом не ограничивает. Как раз-таки смысл вот этих вот MV-архитектур в том, чтобы разделить данные и представления. А сколько у вас этих представлений доходит до бесконечности, можно. Данные-то все равно удобно хранить в одном формате в каком-то определенном. Смотри, вот все эти архитектуры, они пришли с бэкэнда и пришли с тех времен, когда у нас бэкэнд был, во-первых, запрос-ответный, то есть просто запрос, и мы что-то там отвечаем, там JSON-чик или там HTML-ку. Когда у нас бэкэнд был stateless, то есть там никаких данных не хранилось, все данные в базе были. Сейчас современный бэкэнд, он очень похож на современные веб-приложения. Он, во-первых, stateful, во-вторых, он событийно-ориентированный весь, он распределенный, как и фронтэнд, потому что у нас есть данные на клиенте, на сервере, их надо как-то синкать. И современный бэкэнд уже никто не пишет при помощи МВЦ, МВП и прочим. То есть его пишут при помощи реактивных архитектур, типа там Актеры, Reactive Streams, те, которые в Java пришли. То есть, ну а фронтэнд как-то остановился, то есть на предыдущей этапе развития, если так можно сказать. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, во-первых, на самом деле не так много приложений, которые используют эти вот классические МВ архитектуры. Даже тот же Angular, он, по-моему, насколько я понимаю, он не прям вот классика-классика МВВ. Соответственно, современные фронтэнд-фреймворки, они скорее собирают что-то лучшее от архитектуры, делают свое. Тот же Flux. Это архитектура, которая, ну да, не классическая, но она, я больше чем уверена, что какие-то моменты из классических архитектур тоже подчеркнула, классических паттернов той же банды четырех. Ну, то есть как бы фронтэнд не стоит на месте. И почему так популярен реакт в том, что, ну, это тоже новая архитектура. Спасибо. Но, по-моему, классические архитектуры такие тоже стоит знать и как минимум знать то, что вы можете тоже сделать. Более проверенные решения. Спасибо за доклад. У меня небольшая ремарка к прошлому вопросу. Мы, кстати, на фронтэнде тоже не пишем, уже на МВЦ. А почему ты не рассказал нам про компоненты и вообще сейчас тренд такой компонентный, он подпадает под классическую или это можно выделить в отдельную архитектуру? На самом деле я хочу извиниться, потому что изначально у меня планировался другой доклад. И те, кто, наверное, следил за программой более, ну, раньше они ожидали услышать от меня что-то другое, но, к сожалению, заболела, поэтому просто не успела физически его подготовить. Вот как раз-таки в том докладе я хотела рассказать именно про компонентную архитектуру на Е6, веб-пак, в общем, все плюшки, и Blackjack, шлюхи, и, в общем, все хорошо. Вот, но как бы это не отменяет, здесь можно, эту архитектуру можно построить на Е6 в модулях без проблем, почему нет. Окей, никто не хочет, хочет, сейчас, секундочку. Спасибо за доклад. Так ли это, ну, можно сказать, что two-way data binding и вот этот MVVM — это одно и то же, по сути, ну, поскольку это связь данных и представления. Ну, на самом деле, да, но тут тоже все зависит от конкретной реализации. И вот в моем случае мне не хотелось писать какой-то новый фреймворк, новое решение, потому что, ну, связывание данных — это, ну, на самом деле, нетривиальная штука. И вот, собственно, нокаут, он фактически MVVM, связывание данных, да. Ну, фактически, да, это одно и то же. Можно считать, но, возможно, с какими-то изменениями реализация. Ну, тогда вот, получается, Angular — это пример MVVM фреймворка в этом контексте, да? И тогда по одному, пожалуйста, примеру одного фреймворка на каждую модель. На самом деле, наверное, не смогу, потому что это все-таки, ну, классические архитектуры. Они на самом деле, как уже заметил один из слушателей, пришли именно из промышленного программирования, ну, бэкэнд-программирования как такового. И я, наверное, затруднюсь вам сказать какой-то фреймворк, который на какой-то из MVP или MVC построен архитектурой. Если вы знаете, то… Бэкбон на MVP, MVC? MVC? Ну, возможно, да, бэкбон на MVC есть. Интересный факт, что многие понимают под MVC именно MVP, когда представление, модель, ну, не связано. Это все идет вот через какой-то контроллер, презентер. Он за все отвечает. Ну, вот все-таки есть разделение, на самом деле. Ну, а вы говорите только верстальщики заморачиваются со своей HTML-семантикой. Вы тут сами не можете разобраться о MVP, MVC и так далее. Спасибо большое за доклад. Спасибо.